Всем привет! С вами снова ММА Подкаст. Я Егоренков Михаил, главный админ сообщества ВКонтакте Split Decision. С нас в гостях сегодня снова команда прогнозистов ММА БЭС. Ребята, представьтесь. Здравствуйте, Сергей из ММА БЭС. Здравствуйте, я Андрей. Мы уже здоровались. Собственно, сегодня мы решили собраться вот по какому поводу. В течение нескольких дней мы публиковали записи нашего первого подкаста с предложением подписчикам задать интересующие их вопросы. Их докопилось достаточно большое количество, поэтому мы решили не тянуть и не ждать конца месяца, а ответить на них уже сейчас. Далее я буду озвучивать людей и их вопросы, а мы, в зависимости от того, под какой запись он был оставлен, постараемся дать на него подробный ответ. Соответственно, начнем. Первая запись. Тимофей Канин оставил ее в группе ММА БЭС. Вопрос короткий. Веласкес, Вердум 2. Ваше мнение? Ну, к сожалению, не актуальный вопрос. Можно обсудить вопрос Вердума и Мио Чича вместо него? Здесь, видишь, здесь такой тонкий момент, потому что мы, как бы я уверен, подготовили на предстоящий турнир на UFC 196 некие расклады, и здесь мы можем раскрыть ненужную информацию. Поэтому я все-таки, наверное, думаю, что лучше нужно ответить на тот вопрос, который он задал. Тем более сейчас это уже не важно. Какие у вас были предпочтения по бою Веласкес, Вердум 2? Что вы думали на этот момент до отмены? Ну, давайте, Андрей, начнёт. Да, знаешь, ну, в принципе, никаких особых предпочтений по этому бою у меня не было, потому что остаётся много непредвиденных факторов на самом деле об истинных причинах плохой формы Веласкеса, вернее, плохого кардио Веласкеса. Это может усиленный допинг-контроль, может быть, это было высокогоре, может быть, ещё что-то, может быть, простой длительный. Ну, то есть вопрос абсолютно, на который мы не можем получить ответ до того, как пройдёт их вторая встреча. То есть ты, соответственно, никого не выбирал в предстоящем бою? Ну да, у меня на этот бой особо никаких предпочтений не было. Ну, просто ждал, как спортивное событие, посмотреть, чем, наконец, всё это закончится. Понятно. А, Сергей, что ты скажешь по этому поводу? Я, на самом деле, согласен с Андреем. Да и коэффициенты были примерно ровные, то есть букмекеры тоже не шибко определились фаворитом этого боя. Так что второй бой бы расставил бы всё по своим местам и показал бы, ошибка была Веласкеса там с тем, что он готовился так мало в Мексике на высокогорье, или делал всё в фармакологии. Ну, в общем, больше вопросов, чем ответов по поводу этого боя. Вас понял. Ну, от себя отмечу, что этот бой, в принципе, не рассматривал. В плане ставок он был мне неинтересен. Вот. Тогда получается следующий вопрос. Некий Рома Мозоль, опять же, в сообществе ММА Бет, составил следующий вопрос. Хотелось бы услышать мнение о Бетфайр как платформе для ставок на ММА. Ребят, у меня, как бы здесь сразу скажу, информации никакой нет, поэтому, если вам есть что ответить, прошу. Ну да, у меня есть что ответить. Вообще, я на Бетфайр ставил очень-очень давно, там было удобно ставить футбол, там хорошие коэффициенты на него. Как и на любой бирже, коэффициенты выше, чем в букмекерской конторе. Но, на мой взгляд, под ММА она вообще не котируется. Ну, а можно буквально немножко развернуть хотя бы какие-то примеры, то есть не просто там говно, а почему говно там? Пару моментов каких-то открытий. Вообще, что такое биржа, что такое букмекерская контора, в двух словах? Ну, смысл в том, что в бирже коэффициенты выставляют сами пользователи, то есть сами игроки, а не сама букмекерская контора. И получается такая ситуация, что чем больше на события ставит человек, тем лучше там коэффициенты, тем более они правдоподобные и хорошие. То есть, допустим, если играет какая-нибудь Барселона, Реал или Милан, Интер или, в общем, какой-нибудь другой клубный футбольный чемпионат, то коэффициенты на Бетфайр очень хорошие. А когда дело доходит до линии, ну, более узкой, скажем так, более, ну, менее популярный вид спорта, и АММА гораздо менее популярный вид спорта, чем футбол, то и линия, соответственно, там хуже. То есть там коэффициенты гораздо ниже, получается, чем в большинстве контор. Ну, это бывает исключение, допустим, Аудам Макгрегор. А в остальном там линия, ну, совершенно неподходящие коэффициенты меньше и абсолютно никакой росписи. Понял. А Андрей, есть что добавить? Да, в принципе, ну, как уже сказал Сергей ранее, на бирже ставок, в первую очередь, роспись зависит от популярности спорта. АММА сейчас только набирает свои обороты, поэтому со временем, конечно, роспись улучшается. Ну, ждать каких-то, ну, сверх, там, точных ставок, какие можно встретить там на Юнибете и тому подобных конторах, конечно же, не приходится. В целом, как биржа, она представляет собой достаточно большой интерес, поскольку, как и любая другая биржа ставок, ну, это тема для профессионалов. Там тебе никогда не урежут счет, тебя никогда не заблокируют твой баланс, и ты всегда получишь свои выигранные деньги. Но вопрос, кроме росписи, там также стоит и с максимумами. Там максимум достаточно невысокий на АММА, в пределах 150-200 долларов. Есть еще другая биржа, Матчбук. Там поинтереснее роспись на АММА, поинтереснее роспись на боксе, побольше событий. Например, там можно встретить ВСОВ, можно встретить Беллатор, и максимумы там, ну, значительно выше, скажем так, в пределах полутора-двух тысяч долларов на события. Поэтому, если кто-то хочет озадачиться вопросами биржи, то Матчбук для единоборств подойдет идеально. Да, понял, спасибо, ребят. Тогда приступим к следующему подписчику сообщества ММА Бетс. Талгат Таллигенов оставил целый ряд вопросов, поэтому я их задам по порядку и попрошу буквально коротко давать ответ. Первый вопрос. Какие спортивные секции посещали? Давайте я начну. Я занимался боксом, потом скам так надоело, удовольствия от получения ударов особо было немного, и переключился уже более на борьбу, на грэплинг. И понимание грэплинга гораздо лучше, чем понимание бокса у меня сейчас на данный момент. Понятно. Ну, сейчас периодически занимаюсь, но не на профессиональном уровне, понятное дело. Ясно. Андрей? Не, я мамкин прогнозист, я ничем не занимался, я только у компьютера умею сидеть. Понятно. Ну, у меня там когда-то в детстве какой-то опыт каратэ рукопашного боя, но все несерьезно. Следующий вопрос. В каком процентном соотношении оцениваете ваши успехи в плане ставок? Например, 30% удачи, 30% интуиции и 40% отличное знание объекта ставок. Ну, на самом деле здесь такой вопрос. Ну, изначально поставлен некорректно, потому что то, что было задано подписчикам, это не единственные факторы, которые влияют на результат твоего прогнозирования. В особенности интуиция, удача и так далее. В первую очередь здесь, конечно, понимание самого спорта. Во-вторых, понимание элементарных математических принципов. В-третьих, понимание работы букмекерского дела в общем и целом. В-четвертых, психологическая составляющая. И только уже потом потусторонние факторы, вроде интуиции и удачи. Понял, Сергей. Есть что добавить? Да нет, в принципе, я согласен с Андреем. Тут смысл в том, что если ты ставишь там 2-3 ставки в год, то тут удача, конечно, важный фактор. Потому что тебе может повезти, может не повезти, все-таки мало ставок. А если ты делаешь 100 ставок, то процент удачи вообще минимизирует. Это знаете, как ранее я немножко увлекался покером и слышал такую, вроде как, поговорку, что у начинающего игрока его успех это 90% удачи, 10% мастерства. И чем больше он начинает играть, чем чаще их хочет выигрывать, то у него это процентное соотношение смещается наоборот. То есть 90% мастерства и 10% удачи. Да, да, это именно так. Можно даже посмотреть на увеличившееся количество прогнозистов. И можно, как мы можем заметить, у них у всех, как правило, в начале дела идут очень хорошо. У них заходит все без исключения. У них прекрасная статистика, которая постепенно сходит на нет. Потому что у них банально не хватает навыков для того, чтобы держать соответствующий уровень на протяжении длительной дистанции. Понятно. Тогда получается следующий вопрос. Если бы у вас была возможность изменить существующее, либо добавить новое правило в UFC, то что бы это было? Такой важноватый вопрос. Ну, так, навскидку. Я вот, например, мы с вами делали, когда общались, я предлагал отрезать левое яичко всем, кто прихватывается за сетку, например. Не, ну, насчет отрезать не знаю, но бить по яйцам в дисциплинарных смыслах тоже можно. Да, судье битой, например. Судье по яйцам? Нет, судья, чтобы бить у спортсменов по яйцам. Ну, или вообще, в принципе, не допускать... Судьям за буллщита надо по яйцам бить. Ну, вообще, лично я считаю, что в ММА правила, в принципе, достаточно сбалансированные, и какие-то изменения необдуманные, они только, наоборот, могут раскачать лодку. Да нет, если серьезно, все, в принципе, достаточно корректно. Ну, с течением времени, когда, ну, двое, там, клоунов били друг друга в октагоне, там, можно было, там, и глаза выдавливать, и по яйцам бить, и все остальное. Сейчас, конечно, ну, это уже действительно спорт, а не посмешище какое-то, ну, с соответствующими правильными рамками. Вот, соответственно, тогда последний вопрос, я его озвучу, но, наверное, переизменю немного. Вопрос звучит следующим образом. В каком году Конор станет чемпионом абсолютно всех видов спорта, включая керлинг, шахматы, американский футбол и прочее? Я, наверное, все-таки его немного изменю. Как вы считаете, каковы шансы Конора на то, чтобы стать чемпионом не в двух весовых категориях, а в трех? Нулевые. А я считаю, довольно большие. Окей. У нас тут фанат Конора затесался. В среднем по больнице у нас 0%, 100%, то есть 50%, 50% на 50%. Понятно. Либо да, либо нет. Да, собственно, ну, это все правильно. Так, двигаемся дальше. Очередной подписчик сообщества ММАБЭС. Михаил Егоренков задает вопрос. Его интересует самый ваш крупный фейл в прогнозировании. То есть не какой-то локипанч или какой-то судейский булшит, а именно когда прогноз не зашел, и вы поняли, что вина этому именно плохой анализ, просчет. Вот что-то вы где-то не доработали. Ну, их на самом деле достаточно много было одно время. Особенно в то время, когда мы брали низкие коэффициенты, особо не задумываясь о возможных других исходах. К примеру, Егоренков... О, блядь, Егоренков. Ерохин Пешта. Ерохин Пешта, это, конечно, был один из наших самых больших фейлов. Мы без зазрения там какого-то совести брали Константина. Были уверены, что он выиграет, потому что у Пешты просто нет шансов. Понятно. А Сергей, ты что думаешь по этому поводу? Ну, на самом деле, мы уже обсуждали этот вопрос буквально недавно. И я абсолютно согласен, что за прошлый год в нашей ВИПке Ерохин вообще антигерои. Два боя у него было, обе ставки в минус. И в обоих случаях мы были просто уверены в его победе. Но то, что происходило, это, конечно, необъяснимо. Это человек в нашем анти, в черном списке. Не, ну с Гонзагой, по крайней мере, хотя бы коэффициент был, ну, вменяем в какой-то мере. То с Пештой там 1,15 или 1,17, я не помню. Ну, что-то совсем какое-то полное дно. Да, там действительно коэффициент был полное дно, но в обоих случаях он показал отразительный бой. То есть это человеку, который вообще непонятно, зачем занимается боями, на мой взгляд. Понятно. У него никакого абсолютного стремления к победе. Ну, это очень позорище. Ну, в общем, я думаю, что на Ерохина ноги зубточат после его вообще двух поединков UFC. Но, тем не менее, пляшем дальше. Опять же у нас вопрос сообщества MMABets. Роман Сопрыгин задал целый ряд вопросов, но их на самом деле можно объединить в общую кучу. Он пишет, его интересует, где и как вы ставите, как с лимитами боретесь, какие нюансы в ставках есть на UFC, конторы для ставок и еще ваше мнение. То есть это первый, грубо говоря, вопрос. И тут я считаю, что ему было бы полезно посмотреть первые выпуски нашего подкаста, потому что там достаточно подробно вы рассказали о том, как вообще ставите, как пришли к стратегии, к нынешней и прочее. А далее, собственно, вот какой момент. Интересует ваше мнение, то есть когда он смотрел бой Круза, то на последних секундах Кеф Лайфи на марафоне на Круза был задрат. А судьи дали победу Круза вопреки мнению Буков. То есть вот как вы считаете вообще в целом? То есть это вот как вы считали, скажем так, на окончании пятого раунда, кто вел в поединке Делашоу Круз? Ну, здесь тоже так же будет много споров насчет Круз Делашоу, потому что это поединок был действительно близкий. Здесь, ну, тот редкий случай, когда булдшитом нельзя назвать ни один исход. Будь победа Круза, там будет победа Делашоу, будет там ничья, это в любом случае был бы справедливый исход. А, Сергей, что ты думаешь по этому поводу? Ну, если вообще говорить о такой тенденции в лайвах, сейчас очень много контор наших российских стало давать лайв ставки. Суть в том, что мне кажется, что иногда эти коэффициенты просто выставляются от балды. И, допустим, недавно был бой Хендерсон-Масвидал, и перед пятым раундом коэффициент на Масвидал был 9, хотя это был абсолютно ровный бой, где спритом выиграл Хендерсон. Поэтому то, что Круз был андердогом, когда это было в конце боя, в пятом раунде, ну, ничего удивительного. Потому что я считаю, что не особо хорошие аналитики сидят в конторах. Скорее всего, он был андердогом, потому что в пятом раунде Делашоу включил прессинг, нанес пару хороших ударов, хороший хайкик нанес. То есть, ну, некоторое преимущество в этом раунде было заметно с его стороны. Скорее всего, они на это и опирались. Ну, понял. Ну, в целом, да, хочу отметить, что иногда их логика у Лави меня тоже поражает, потому что, например, после третьего раунда противостояния Рокхолд-Вайдман, когда Вайдман там еле выжил, да, то есть там брефери порывался нескораз остановить бой, и, собственно, в перерыве с третьего на четвертый раунд, конкретно на 1xbet давали коэффициент 3,75 на неполный бой. Но для меня это реально было просто каким-то шоком. Ну, да, все-таки остается много недоработок с их стороны. Если есть возможность, конечно, надо пользоваться этим. Вот. Ну, и еще, как бы, этот подписчик выразил пожелание, что он считает, что вам надо какие-то путевки разыгрывать, VIP, давать больше скидок. Что вот вы по этому поводу можете сказать? Ну, я могу сказать по этому поводу то, что у нас было очень много акций до того, как мы повысили стоимость до 2000 рублей за подписку, и полтора месяца там предлагали, и по сниженной стоимости я уже всего и не помню. Плюс у нас работает партнерская программа, информацию о которой можно найти в группе. Ну, то есть акции, они есть при желании. Если хорошо присмотреться, их найти можно. Ну, в принципе, как я считаю, даже нынешняя стоимость, она по-прежнему остается заниженной. Да, и от себя хочу заметить, что на один из прошлых турниров прогнозистов среди подписчиков ребята бесплатно предоставили доступ на свою VIP-группу победителю. И, соответственно, победитель этот доступ получил. Вот. Поэтому в дальнейшем, возможно, у нас какие-то будут совместные проекты, в которых ребята выступят спонсорами. А теперь... Так, так, подожди, подожди. А что там этот же подписчик задавал в начале? Как вы боретесь с лимитами? Что там на каких-то конспорт ставить? Да, то есть, ну, в целом, просто я думаю, что мы на эти вопросы в первом выпуске подкаста ответили, чтобы сейчас опять не повторяться. Ну, могу добавить лишь то, что, возвращаясь к вопросу о биржах ставок, то есть, если не хочешь бороться с лимитами, не хочешь бороться с урезаниями, следует более подробно узнать об этих видах ставок на спорт. Да, я думаю, что заинтересованные ребята легко вас найдут в ВКонтакте, потому что... Да даже можно нас не искать, можно в интернете почитать информацию, ее там масса просто, как по профессиональным букмекерским конторам, наподобие Pinnacles, Bobet и так далее, так и по биржам ставок, вроде Matchbook, Betfire и им подобных. Вот, теперь же, соответственно, следующий подписчик уже из моего сообщества Split Decision. Иван Еремин задал тоже ряд вопросов. По какому принципу подбираете экспрессы для ставок? Ну, здесь отвечу сразу, экспрессы в принципе не ставлю. Ну, двойники особо за экспрессы-то и не считаю, по большому счету, хотя по сути это экспресс-ставка. Ну, поэтому экспрессы не подбираю. Как относитесь к ТБТМ? А, ну, ребят, давайте по порядку. Как относитесь, как, как, по какому принципу подбираете экспрессы для ставок? Ну, это к Сергею вопрос. Да, я точно знаю, что у вас появилась недавно новая слуга, экспресс на заказ. Вот, собственно, поэтому прошу ответить. Ну, тут можно сказать, у каждого свойства подбирание экспресса. Допустим, я люблю двойники с хорошими точными исходами. То есть, допустим, взять там победу одного решением и победу нокаутом в другом бою. Ну, там, там, где ты более или менее уверен в чем-то. Допустим, я бы уверен в том, что Круз выиграет решением. Подбираешь к нему еще один примерно такой же бой и получаешь двойникак, эффициент 9-10, что весьма неплохо. Вот, ну, есть, допустим, многие люди, которые любят делать и экспресс из верничков, там, экспресс из тоталов. Ну, у каждого свой стиль. Понятно. А следующий вопрос. Как относитесь к ТБ, ТМ? То есть, тотал больше, тотал меньше. Я сразу скажу коротко, отношусь отрицательно. Ребят, вы что ответите? Ну, я тоже отношусь больше отрицательно, потому что считаю это непрогнозируемым видом исхода. По какой причине? Сейчас объясню. Потому что заранее мы не можем знать, какая установка от тренера у конкретного бойца, какое настроение у конкретного бойца и какие в целом планы на бой у конкретного бойца. Мы не раз замечали, когда два достаточно слабо держащих удары тяжеловеса могут ватокатить три раунда, осторожничая весь бой, либо абсолютно не обладающими навыками финишера бойцы заканчивают все в первом раунде. Как пример первого случая, это Орловский против Майка Кайла, когда они провели достаточно спокойный бой и довели его до решения. И как второй пример, это Круз Мизугаки. Я думаю, что мало кто ждал досрочки от Круза в первом раунде. Особенно после долгого простоя в параде. Вот именно. Это достаточно такой неожиданный исход, и в случае с ТБ это не самая большая редкость. Сергей, есть что добавить? Ну, в принципе, я согласен. Но считаю, что иногда бывает хороший железный тотал. Есть, однозначно, есть хорошие тоталы. Вот, как, например, Майя, Гуннар, когда там давали тотал, ну, досрочки там не могло быть, в принципе, просто. Даже, ну, в любом воображении, как можно себе представить, это, ну, не самый вероятный исход, будь то нокаут или сабмишн. Да, хотя Майя, как же, потрепал Гуннара, мы вдали большего от него. Ну, тем не менее. Поэтому немного пришлось попереживать за тотал, но, в принципе, прошел. Понятно. Так, ну, здесь, соответственно, опять же, стандартный вопрос с любым прогнозистом. Как готовитесь к боям? Где ищите информацию о бойцах? У меня все просто. Есть официальный сайт UFC, на котором можно посмотреть статистику по прошедшим боям. Можно посмотреть статистические сравнения. Есть стандартный сайт Sherdog, на котором можно посмотреть общий рекорд. Ну, я смотрю бои конкретно, последние, да и вообще, в принципе, какие-то интересные пересматриваю. Ну, и думаю, думаю, смотрю на коэффициенты. Собственно, вот и все. В принципе, тут особо дополнить нечего, кроме того, что я бы добавил сюда инстаграм, по которому можно отследить кэмп бойца, нынешнюю форму бойца и, в целом, ну, какие-то визуальные видоизменения в его физической форме, в его спарринг-партнерах. Ну, то есть, подчеркнуть еще некоторую частичку информации для будущей ставки. Да, конкретно я, по большому счету, использую больше твиттер, потому что я заметил, что у западных бойцов, ну, в твиттере тоже активность достаточно большая и почти все свои посты в инстаграме, они как бы автопостом в твиттер уходят. То есть, там, соответственно, можно больше... Ну, да, да, там, в принципе, инстаграм, он автоматически перепост в твиттер делает, поэтому там особо разницы нет, что там, что там, смотри. Да, да. Вот, Сергей, может быть, у тебя там... Со мной вы забыли пару важных моментов. Например... Подбросить монетку, почитать комменты на Best of MMA, например. Ну, нет, ну, это безусловно, это безусловно. Ну, почитать комменты, зайти почитать прогнозы западных экспертов, это в первую очередь. Да, то есть, там... Из этого, да. Надо еще почитать, там, кому победа нужнее, важнее, кто там что сказал, там, пообещал, собственно. Да, кто концовочки чаще забирает. Вот. Ну, и, соответственно, здесь последний вопрос. Какие основные выводы сделали за годы ставок, какие ошибки были раньше, но нет сейчас. То есть, ну, давайте, наверное, сократим это до того, что... От каких ошибок успели избавиться от таких самых больших. Ну, я скажу так. Ставками сам занимаюсь не так давно, поэтому, то есть, там, смотря на чужие примеры, я, наверное, самых таких жестких ошибок смог избежать, в принципе, не совершив их. Поэтому, по большому счету, просто понемногу совершенствуюсь и выхожу на какой-то более лучший результат, я считаю. Ребята, есть вам что сказать? Да, в принципе, те же самые ошибки, что присутствуют у любого новичка. Этот этап проходит каждый. Ну, вот это и паровозы из маленьких коэффициентов, это и недооценка дебютантов, и, ну, там, тому подобные ошибки, сопутствующие любому начинающему игроку. Со временем это постепенно сходит на нет, когда уже начинаешь более вдумчиво выбирать коэффициенты, расценивать шансы одного и другого бойца, более, скажем так, хладнокровно относиться к андердогам, которые, по сути, и составляют львиную долю будущего успеха. Ну, и, в принципе, что еще сказать? Да, по большому счету, и нечего. Главное просто читать, развиваться и не лениться работать над собой. И все ошибки постепенно сойдут на нет. Понятно, Сергей? Да, безусловно, ошибки сойдут на нет, но стандартные ошибки новичков, естественно, будет у всех. Это там и добавить маленький коэффициент к большому коэффициенту, чтобы он стал побольше. И посчитать, что у одного бойца абсолютно нет шансов против другого поставить на фавориты по коэффициенту 1.20. У меня, допустим, самый такой любимый пример, это когда я проиграл на Вине Могольяшу против Энтони Перыша. Считаю, что у Перыша абсолютно никаких шансов против Могольяшу нет, поставив все-все-все-все деньги, которые у меня тогда были на Вине. В итоге 7 секунд, и я остался без денег. В общем, все ошибки новичков. Ну да, вот, кстати, еще вспоминая про деньги, это тоже одна из главных ошибок новичков. Это ставки сразу на большие суммы, на больший процент от банка, либо вообще весь банк сразу. Тоже не сразу приходит момент, когда ты начинаешь более аккуратно относиться к своим сбережениям и ставить по 10%, 5%. Желательно, конечно, по 5%. Это, я считаю, для ММА бокса и в целом единоборства это оптимальная цифра. Понятно. Тогда перейдем к следующему подписчику. Геннадий Клокхарт спрашивает, как выбираете лучшие варианты для крупных одиночек и что для вас являются основными маркерами? Собственно, я прежде всего иногда смотрю на такие моменты, что опытный боец, например, который на какой-то там волне неудачно находится, но, тем не менее, видно по нему, что в нем еще есть запал, он не пробитый там насквозь. Выходит против перспективы новичка крупным андердогом с коэффициентом выше 2, например, где-то выше 2,5 даже. Я считаю, что в таких моментах нужно присмотреться очень внимательно к бойцу. Соответственно, ребята, как вы что можете сказать по этому поводу? Ну, допустим, для меня любимые ставки, наверное, это ставки против чемпионов. Потому что, ну, как правило, бывают очень хорошие претенденты, которые на твой взгляды лучше, чем чемпионы. И практически во всех боях они выставляют андердогом. Это было Рокхарт и Коннор Саудо по ровным кэффам, но это из последнего. Ну, и Кондит, Кондит, конечно. Кондит, да. Не, ну, я считаю, что, например, я, например, кандидор с Лоулером, конечно, пропустил, но считаю, что те, кто стали на кандидор, они вполне разумно ставили деньги свои. Вот. Потому что я считаю, что он победил. Вот. Причем вполне ожидаемо. Да, поэтому здесь, в принципе, я с Сергеем согласен по поводу чемпионов. Что касается крупных одиночек, ну, я уже ответил на этот вопрос в предыдущем вопросе по поводу аккуратного отношения к банку, 5% и так далее. Крупная одиночка – это непрофессионально. Ок. Так, теперь такой момент. Просто Дима из сообщества Spree Decision спрашивает, как срубить много бабла? Срубить много бабла? Ворой. Я могу ответить на это все просто. Хочешь срубить много бабла, начни продавать прогнозы ВКонтакте. Да, это оптимальный вариант. Ну, это, честно сказать, я бы не сказал, что это такая прибыльное направление. Просто воруй, короче, и все. Сергей? Ну, ты лукаешь. Ты недавно на сворованные деньги купил себе Lada Sedan. Да. Есть такое. Поэтому нет. Вполне это самое прибыльное дело – продавать прогнозы ВКонтакте. Понятно. Тогда следующий вопрос. Уже подписчик сообщества ММА Бетс Павел Матросов. Он даже не столько вопрос, а как предложение. Как насчет обсуждения, анализа и прогнозов в эфире поединка Джордж Салливан-Александр Яковлев? Будет очень интересно послушать. Я так понимаю, что он хотел, чтобы мы во время подкаста обсудили этот бой. Но он боится, что нам ни времени не хватит. И, в принципе, возможно, я не знаю, как у вас. Да и квалификации у нас соответствующей нет. Да. То есть, ну, как бы заниматься трёпом на полчаса, на час, разбирая его. Лично у меня никакого желания нет. Во-первых, никакого желания нет. Во-вторых, я не думаю, что это будет кому-то интересно. Да. Поэтому, Паша, прости как-нибудь в следующий раз. Если что, мы тебе в текстовом виде напишем. Да, да. Вот. Опять у нас возвращается с вопросом подписчик группы ВКонтакте ММАБЭТС Роман Сопрыгин. Кстати, да. Было бы интересно посмотреть трансляцию с вашими комментариями. Возможно, лайфстайвками. Вот что вы можете сказать по этому поводу. Алло. Да, да, да. Вот. Ну, я даже не понимаю, что иметь в виду, что мы просто комментировали бои. Ну, да, да. Или мы обсуждали, что ставить. То есть, нет. В целом, получается, мы уже видели прецедент, когда ребята с контакта, например, там, тот же Коля Никель пытался в прямой трансляции там комментировать турниры, насколько я знаю. Вот. Опять же, тот же Кракетон, который сейчас, или Кракерон, я не знаю, который сейчас пользуется популярностью, как стример UFC, он же тоже в свое время вроде как комментировал с кем-то из своих друзей, но потом отказался от этого. То есть, просто стал крутить трансляции. Вот. Как вы смотрите на это? Хотели бы вы, например, в паре там или втроем комментировать турнир по ходу его действия и, возможно, давать какие-то советы по ставкам в лайве? Ну, я однозначно против, потому что, во-первых, все будут писать «Верните Рогана», «Уберите эти говнореи», «Они не шарят». И в таком духе, потому что, ну, никому не будет интересно слушать просто каких-то пацанов из контакта. Ну, зачем, кому это нужно? Это, во-первых. Во-вторых, удовольствие от просмотра турнира, соответственно, теряется. То есть, ты будешь переключать вкладки туда-сюда, переключать вкладку с букмекерской конторы, посмотреть коэффициент, записать коэффициенты на стену ВКонтакте, потом включать обратно трансляцию. Ну, это издевательство, а не просмотр. Сергей? Ну, в общем, в принципе, я с Андреем согласен. Никому не будет интересно слушать нас вместо Рогана, у нас недостаточно квалификации. Конечно, я думаю, мы получше, чем Бобцов, но до Рогана мы явно не дотягиваем, поэтому бессмысленно конкурировать. Просто мы аналитики, мы не комментаторы. У нас даже подкаст нормально записать не получается без каких-то ошибок, поэтому о каком комментировании идет речь, я не знаю. Ну, в общем, от себя я могу добавить, что если интерес к ММА в России, в том числе в ВКонтакте, в сообществах будет расти, вот, ребята будут набираться опыта, повышать свою квалификацию, и вы по-прежнему будете их об этом просить, то, возможно, не к этому опросу вернуться. Может быть, и я с ними как-то в этом поучаствую, или там отдельно от них что-то предприму. Но не факт, не факт. Пока это действительно не актуально. Вот, следующий вопрос, опять же, от подписчика ММА БЭЦ. Дмитрий Александрович спрашивает, как вы оцениваете текущую систему судейских решений в ММА? Надо ли что-то менять? Да, в целом оцениваю нормально. Все говорят, что надо что-то менять в судейской системе, какие-то новшества привносить. Ну, я считаю, что в первую очередь надо для начала повысить квалификацию судей. Потому что если они даже визуально не могут правильно оценить поединок, в большинстве случаев, я не говорю про булшиты, я говорю даже про неадекватные оценки раундов и тому подобные опусы, которые они часто отпускают. Если они не могут сделать даже этого, то, как-то, я не знаю, ужесточив правила, сделав дополнительные какие-то пункты, к чему мы придем? Мы придем только к еще большему количеству булшитов и все. Понятно. Сергей, есть что добавить? Ну, тут весь вопрос в том, как строится атлетическая комиссия, о том, что там все эти судьи, которые там работают, это не особо профессиональные люди, это братья-сестер, сватьи, кумовьев и так далее. Там все подмазаны и так далее. Поэтому это абсолютно не квалифицированные судьи, они раз за разом это доказывают. Где-то я даже недавно видел фотку, как женщина-судья на турнире Юйкси вместо того, чтобы смотреть бои, пожирал какой-то Сэндович. Особо не смотря в сторону Офтагона. Я недавно видел фотку, как судья в Angry Birds играл во время просмотра поединка. Ну, это нормальная история, там по деф-партере возня была. Все равно ничего не понятно. Какие там смены позиций, какой гард, какая вообще разница? Ну, я по большому счету бы что мог ответить. Я считаю, что ММА это достаточно разносторонний вид спорта, то есть это не бокс, где все по сути сводится к банальному пересчету ударов. Здесь действительно нужно оценивать и партер, и тейкдауны, и работу у сетки, и работа первым, вторым номером, соответственно, количеством нанесенных ударов. Я считаю, что, возможно, нам бы помогло, ну, вернее, судям помогло бы то, как сказать, если бы, скажем так, они могли бы смотреть в записи какие-то моменты перед озвучиванием решения, и пауза была бы больше для принятия решения, чтобы их, так сказать, не торопили быстро вынести вердикт, а на рассмотрение результатов им давалось хотя бы минут 20-30. Возможно, мы бы тогда видели бы меньше спорных каких-то непонятных решений. Да ты что, пока там 20 минут будешь ждать, у тебя инфаркт будет? Это все понятно, я понимаю, что это нереализуемо, это просто вот мое мнение, что в таком случае можно было бы избежать многих ошибок, но это, увы и ах, скорее всего, никогда не случится. Ну и у нас осталась финишная прямая. Опять же, подписчик сообщества ВКонтакте Split Decision Иван Еремин задал целый ряд вопросов. Некоторые из них пересекаются с уже заданными, поэтому кое-что я пропущу, Иван, не обижайся. Вот. Конкретно, вот касаемо правил, он хотел бы спросить, что вы думаете по поводу цепляния за сетку, тычки в глаза и тому подобное? В каких ситуациях должны снимать очки? Вот. То есть, допустим, ну так, расшифрую, просто кто не очень часто смотрит турниры UFC, иногда боец, прихватив здесь один раз, два раза, за сетку получает только предупреждение. Вот. За те же тычки в глаза тоже, там, можно глаз уже выбить весь и отделаться только предупреждением, то есть, которое абсолютно никаким образом не сказывается на очках, на судейском решении. Вот. Конкретно я считаю, что там, за второй прихват сетки уже можно снимать очко, так же, как и за тычок глаз. Да, да, я полностью согласен. За первое событие предупреждение, за второе событие уже снятие очка. Думаю, это справедливо. Сергей, что ты думаешь? Я, да, хочу добавить, что после последнего боя Ромеро нужно было избить, депортировать обратно на Кубу, потому что это, конечно, была полная грязь в очередной раз с его стороны. Таких спортсменов, ну, реально, надо наказать. Я считаю, что это бой, надо признать, было как ноу-контест. И так в дальнейшем со всеми боями. Кстати, к слову говоря, Браун Митрион тоже была какая-то грязь, поэтому там тоже должен был быть ноу-контест. Ну, там, по большому счету, было все в руках Митриона. Он мог отказаться и не драться. Я думаю, что все подписчики и сообщества ММАшных ВКонтакте читали высказывания Чейла, который говорил о том, что даже Дана Уайт в свое время, например, в сборе бойцов, объявлял, что все в ваших руках. Если на вас свалили, то лучше откажитесь от дальнейшего продолжения боя. И пусть признают бой несостоявшимся. Потому что там даже по статистике выходило, что бойцы против которых сфалили, они там в 9 из 10 случаев проигрывают эти схватки. То есть, эта статистика против нее не попрешь. Вот. Соответственно, следующий вопрос. Каков ваш прогноз по вопросу, в каком году UFC приедет в Россию? Вот. Отвечу сначала я. Я считаю, что в 2016 году нам не стоит ждать турнир UFC в России. В лучшем случае это 2017 год. Вот. Что можете вы сказать? Да, я в принципе согласен по этому вопросу. Обещали в 2016 приехать UFC в Россию, но я не думаю, что это случится сейчас. Ну, банально, потому что особо некем заполнить карты. Нет, бойцов с России, конечно, предостаточно. Ну, кого ты поставишь в мейн-эвент? Когда Хабиб наконец-то залетит все свои травмы, выйдет в октагон, и я не знаю, станет ли чемпионом, или просто будет в ранге топового бойца. Ну, его можно будет поставить в мейн-эвент. Ну, другие пока еще до этого уровня не доросли. Сергей, есть что сказать по этому поводу? Ну, вообще, хочу сказать, что я не понимаю всего этого кипиша вокруг UFC в России. И, в принципе, какая по сути разница, где UFC проходит? Допустим, на любой европейский турнир можно так же беспрепятственно поехать, как и на турнир в России. Это, на мой взгляд, даже было бы интереснее. Поэтому я вообще не вижу никакой проблемы в том, что UFC не приезжает в Россию. Я тебя понял. Так, соответственно, далее. Что происходит с популяризацией спорта в России? Какие нужны изменения для улучшения? Такой какой-то абстрактный вопрос, но тем не менее. Есть вам что сказать? Во-первых, нужно отказаться от ансамблей песни и плясок в перерывах, отказаться от фуршетов вокруг октагона, вокруг ринга. То есть, ну, как-то более серьезно подходить к вопросу. Все-таки это профессиональный спорт, а не цирк. Это, ну, и сейчас, в принципе, осталось только в местечковых промоушенах, вроде Кубка мэра Хабаровска и так далее. М1 и достаточно крупный промоушен АЦБ, вроде как, избавились от этой болезни. Еще один важный момент – это матчмейкинг. То, чего нам не хватает – это обращать внимание на хороших, талантливых проспектов из-за рубежа. В основном у нас кого подписывают? Старых сбитых летчиков, которые имеют имя и выставляют его как иноземного захватчика против русского «Витязя». Ну, я не знаю, как еще это обрисовать на потеху публике. По-хорошему, очень много проспектов, которые выступают в «Кейдж Вориорс» и тому подобных организациях, достойны вполне выступать и в М1, и показывали бы там отличные результаты. Как, допустим, недавний Фрэнсис Нгану, дебютировавший в UFC, Николас Далби, который достаточно долго там дрался, и в UFC попал только пару боев назад. Мы об этом бойце знали года три с половиной уже, как, наверное. Почему об этом не знали матчмейкеры М1 или матчмейкеры Fight Nights, для нас загадка. Да, согласен. Легионеров, которые привозят в наши отечественные организации, как правило, смотреть не хочется. Ну, тому человеку, который более-менее знаком, в принципе, со всей этой ситуацией и со спортом в целом. Сергей, есть что добавить? Да, в принципе, я совсем согласен. У нас во всех областях работают не шибко профессионалы. Там начинают комментирование на матч ТВ, заканчивая промоутеры. Большими главами вот этих промоутерских компаний, там, всякими Хасиевыми, Гаджиевыми и так далее. Это все непрофессионалы своего дела, и поэтому у нас все промоушены довольно не самого высокого уровня. Ну, за исключением М1, М1 довольно неплохого уровня. Не, ну, есть парочка, действительно, ну, стоящих бойцов. Это, там, Иван Бухингер, Мансур Барнуи, кто еще там был? Пюц. Пюц, ну, Пюц в Атакат. Он не лучше, чем Атила Век какой-нибудь. Не, ну, безусловно, бойцы, кстати, что Бухингер, что Барнуи, они довольно высокого уровня. Это высокого уровня, а бойцы? Но, опять же, они не особо харизматичны, не особо зрелищны. И что, чтобы говорить. А как же Рамазан Имеев, например, там все дела. Не, ну, Рамазан Имеев это российский боец все-таки. А, вы сейчас про легионеров точно. Да, да, да. Да, ну, собственно, я особо за ММД не слежу, поэтому, наверное, так сейчас на скидку не вспомню. Ну, в общем, опять же, проблемы те же самые, что и с 90-х преследуют наши ММА. Нет хорошей оппозиции западной, которая бы предъявлялась. Еще один важный момент. Много бойцов сейчас уходит из UFC под вопросом не понравившегося им контракта. То есть, их не удовлетворяет финансовый аспект предложенных им договоров. И они, соответственно, становятся свободными агентами. Почему наши матчмейкеры не обращают на них внимания, это также загадка. Я не говорю про Бенсона Хендерсона, у которого запросы чемпионские, скажем так. Есть Рамзи Нижим, например, вполне себе вменяемый боец, вполне себе уровня UFC. Но на него внимания почему-то никто не обращает. Ну, может быть, сказывается, как бы, этот опыт с тем же самым Винни Могольяйшем, который там пришел, почемпионил что-то и ушел. И, собственно, ничего хорошего из этого не получилось, по большому счету. Есть и другие бойцы. Ильдемар Алкантера, как пример, тоже достаточно неплохой боец. В атакад, конечно, но это лучше, чем Джефф Констан, по крайней мере. По большому счету они не очень-то и сильно отличаются от тех же самых сбитых летчиков. И после того, как они придут и кому-то проиграют, те же самые сопли будут. Не, ну я бы не согласился насчет сбитых летчиков. Нижим хороший боец, несмотря на то, что он удар держит не самым лучшим образом. Но по навыкам это вполне себе около топовый боец. Ну, в общем, ладно, понятно. И, соответственно, последний вопрос от Ивана. Ребята, как вы считаете, вилкой в глаз или в жопу раз? Смотря в чью жопу. Ну, Сергей, ты что по этому поводу скажешь? Ну, мне, в принципе, глаз не нужно, думаю. Понятно. Пусть будет в жопу Бориса Моисеева какого-нибудь. Ну, по большому счету, вопросы закончились. Остались какие-то не озвученные. Но, ребята, извините, они пересекаются с другими. Поэтому трать на них время по-новому озвучивать то, что мы сказали ранее, не хочется. Также от некоторых подписчиков я увидел пожелание присоединиться в каких-то обсуждениях. Возможно, поучаствовать в подкастах. Послушать какую-то аналитику по ходу турнира. Советы по ставкам. Мы над этим будем думать, будем общаться. По-прежнему задавайте свои вопросы, делитесь мнением. И мы будем к нему прислушаться и улучшать нашу работу. Соответственно, вы будете получать более качественный и интересный контент. Вот. Ребят, что вы можете сказать на прощание? Всем пока. Да, всем пока. Всем спасибо. Всем удачи. Оставайтесь с ММОБЭТ и с ПЛИДЕСИЖЕН. Всем удачи. Всем пока.